Юбилейный семинар литературных объединений Подмосковья состоялся в Видном. Именно на нашей земле, в Горках Ленинских, прошло первое мероприятие 20 лет назад. Слеты эти, как правило, сопровождаются мощными семинарами. И сегодня это тоже предстоит. Будут несколько секций работать, семинаров. То есть это обмен опытом, это встреча друзей, это встреча единомышленников. Для литераторов очень важно общение друг с другом, чтобы черпать новые идеи для творчества. Среди почетных гостей семинара – генеральный директор Союза писателей России. Талант – это повод для ремесла. Если талант, ты с ним родился, ты не можешь ни прибавить, ни убавить, то твоя мастеровитость зависит от тебя, от твоей неленивости, от своей способности учиться, потому что самообразование – это то, что сопровождает нашу профессию обязательно до самого конца. Одним из главных событий стало учреждение Московского областного отделения Совета молодых литераторов для поддержки начинающих авторов. А уже опытные творцы получили свои награды за победы в литературных конкурсах. В этом году вышла моя книга «Я всегда улыбаюсь солнцем». И вот эта книга, она стала победителем небольшим вот на этом конкурсе. Участников мероприятия ждало много увлекательных событий. Конечно, главное – это чтение авторами своих произведений. Мне бы хотелось самому почитать стихи о весне и о начале лета. Я уже сделал подборку нескольких стихотворений, новые и старые, которые имеются у меня в моей книге. Моя книга «Река облака». Кроме того, историко-культурный центр подготовил для поэтов и писателей экскурсионную программу по интересным местам муниципалитета. Со всеми желающими наши сотрудники проедут в Екатерининский монастырь, где участников семинара ждет очень интересная экскурсия по монастырю, рассказ об истории, трагической истории монастыря. Всего в семинаре приняли участие литературные студии и объединение из 13 муниципалитетов. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.